Второе февраля, следователь Джергалбеков здесь сидит и мучает, не залеет автозуиде. Во время, во время тихого часа даже, вот люди здесь спят, людям отдыхать даже не дают. Добрый день, следователь Джергалбеков пришел, оказывается. Стоятельное действие вы тоже. Вы сейчас мучаете, понимаете, вот сейчас человек, видно, мучается. Сидит, мучает здесь. Ему дали 10 минут. Я понял, разрешение от лечащего врача. А вы что за мероприятие проводите сейчас? Допрос? Допрос проводите или что вы проводите? Человек не говорит, не разговаривает, лежит вообще. Вы зачем ее мучаете сейчас? Сидите здесь и мучаете. Ответьте, пожалуйста. Человек, видно, вон, дрожит, мучается. Все красные, это не лекарство. Ну и врача тоже мы будем сейчас привлекать к ответственности. Что за дела? Что хотят? Человека уже до смерти дающие, что ли? Тимирлан, скажите, пожалуйста, что за действия вы проводите? С человеком, который сейчас практически без сознания лежит. Что за действия можно проводить без адвоката? Ответьте, пожалуйста. Здравствуйте. Вы кем являетесь? Я вам говорю, что вы не имеете права ее вот так вот допрашивать без адвоката. Это, наверное, адвокат, да? Да, это госадвокат. Здравствуйте. Вы госадвокат, да? Да, вы кто будете, извините, я черпаке. Я пришел. Мы уже обрели все следственные действия, с участием адвоката. Мы сейчас уже обрели все. Вот вы ответственность берете, да, значит? На что? За то, что она вот без сознания практически лежит. Я ответственность никакой нет. Меня вызвали, я должна была... Хорошо, вы что подписали? Я только подписала протокол допроса о том, что ей предъявлено обвинение по 204 статистике. Так, можете представить, а кто вы это? Адвокат Борозова. Государственная, имя, фамилия, имя, отчество можно? Я сказала, адвокат Борозова. Имя, отчество полностью? Зарифа Турсуновна. Зарифа Турсуновна Борозова, да? Извините, вы кто будете, мы не имеем в виду. Я представитель, я сын практически этого человека. Хорошо. Сейчас человек почти без сознания лежит. Вы сейчас...